Казалось бы, какой глупый вопрос, что такое температура? Да любой ребенок знает, когда холодно, а когда тепло, а когда и вовсе горячо. Но это все наши субъективные ощущения. Ощущения наши, они, конечно, отражают в какой-то степени реальность, но они не объясняют смысл такой физической величины, как температура. И на самом деле, что же такое температура, это очень сложный вопрос, на который физики пытались ответить столетиями. И путь к пониманию такой физической величины, как температура, оказался длинным и очень извилистым. Долгое время о температуре удавалось судить только по ее косвенным проявлениям. Ну, например, все ведь знают, что от температуры зависит плотность веществ. Вот и большую часть истории физики судили о температуре по плотности жидкостей. И на этом основан принцип действия обычного жидкостного термометра. Чем теплее, тем меньше плотность жидкости и тем выше столбик термометра. К такому термометру осталось только добавить масштаб. Но тут появился Цельсий, который сказал, а давайте кристаллизация воды, это у нас 0 градусов, а кипение воды при нормальном атмосферном давлении это 100 градусов. Почему именно кристаллизация и кипение? Да просто так было удобно. То есть, обратите внимание, это, опять же, весьма условная шкала, настолько же условная, как балл на ЕГЭ по физике. Она не отражает реального смысла такой физической величины, как температура. Ну, окей, вы поняли, температура это очень сложно, поэтому, чтобы мы с вами смогли разобраться в истинном значении этого понятия, придется сделать несколько больших офф-топов. Узнаете эту формулу? Это одна из самых фундаментальных, самых важных формул физики. Основное уравнение МКТ. Эта формула отражает связь между давлением идеального газа и параметрами молекул, из которых этот газ состоит. Напомню, Н малое, это у нас концентрация молекул газа. М нулевое, это никакая не начальная масса, это масса каждой молекулы. А вот что такое В с черточкой? Ну, В, понятно, это скорость, но мы же помним, что молекулы в газе движутся хаотически, кто-то побыстрее, кто-то помедленнее, поэтому нас не интересует не просто скорость, а средняя скорость, причем особая средняя, средняя квадратическая скорость молекул, которая как раз и обозначается черточкой над буквой В. Сейчас сделаем несколько алгебраических финтов. Ну, во-первых, вы заметили, у нас тут есть М и В квадрат. На что это похоже? Конечно, на кинетическую энергию. Но только чего не хватает? Не хватает двойки, поэтому мы числитель и знаменатель умножим на 2. И вот у нас получилась кинетическая энергия молекул, точнее говоря, средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул. Так мы и получили еще одну запись основного уравнения МКТ. Она нам еще пригодится. Но сейчас сделаем еще один алгебраический финт, поделим все уравнение на концентрацию, которая перейдет в левую часть уравнения. Зачем это надо? А вот ровно в этот момент в нашу историю и вступает температура, фундаментальная температура. Давайте разберемся на примере двух газов. Вот, скажем, в этом баллоне у меня кислород, а здесь азот. Это разные баллоны, один побольше, другой поменьше. В них разные газы, более того, количество газов там тоже разное, и давление там разное, и температура разная. Например, пусть кислород у нас потеплее, а азот похолоднее. Теперь эти два сосуда мы помещаем в теплоизолированную камеру. И в результате один сосуд будет, понятно, остывать, другой сосуд будет, наоборот, нагреваться. И до каких пор будет идти этот процесс? Он будет идти до достижения равновесия. То есть рано или поздно температура кислорода сравняется с температурой азота. Это и называется термодинамическое равновесие, после которого процессы изменения в нашей системе будут прекращены. Окей, напомню еще раз. У нас в сосудах разные газы. Они находились под разным давлением. Их было разное количество, там была разная концентрация, и объем у нас тоже разный. Но вот мы достигли термодинамического равновесия. Что же в результате у нас изменилось? Объемы газов как были разные, так и остались разными. Концентрация у них тоже не менялись, потому что сосуды-то у нас герметичные. Давления тоже остались разными. Что же стало одинаковым у этих сосудов? Оказывается, одинаковым у них стало вот это самое отношение. Если вы посчитаете у первого сосуда давление и концентрацию, и посчитаете у второго, и если вы поделите давление на концентрацию в первом и втором сосуде, то вот эти отношения у сосудов окажутся равны. И это не зависит от газа. Вы могли вместо кислорода и азота взять какой-нибудь там аргон и водород. Вы могли взять большие сосуды, маленькие. Не важно, какие сосуды, не важно, какие газы. Но если наши газы находятся в термодинамическом равновесии, то есть у них одинаковая температура, то и вот эти вот отношения, отношения давления к концентрации в каждом газе будут одинаковы. Но сейчас вернемся назад вот к этой формуле и обратим внимание, что ведь отношение давления к концентрации, оно же прямо пропорционально чему? Оно прямо пропорционально только одной физической величине, кинетической энергии молекул. Средней кинетической энергии поступательного движения молекул нашего газа. То есть получается, что если у вас два газа имеют одинаковую температуру, то независимо от того, какие это газы, большие у них молекулы или маленькие, много этих молекул или мало, если они одинаковой температуры, то и кинетическая энергия у них будет одинаковая. Итак, это кульминация видоса. Ребят, пожалуйста, запомните это наизусть на всю жизнь. Температура – это мера кинетической энергии молекул вещества. Правда, с несколькими оговорками, о которых мы поговорим позже. А пока, вот просто давайте так это запомним. Ну, окей, мы выяснили, что температура зависит только от кинетической энергии и больше ничего. Но обратите внимание, мы пока с вами не получили конкретного уравнения. Вот этот значок тильда, он означает пропорциональность между температурой и кинетической энергией. Но это не значит, что они друг другу равны, ведь кинетическая энергия – это джоули, и это какая-то крошечная величина, ну, просто потому что молекулы-то у нас крошечные, да, а температура измеряется вообще, как мы выясним, в кельвинах, и она не равна джоулям. Давайте вспомним, что такое пропорциональность на каком-то совсем банальном примере. Вот, скажем, вы же помните, что сила тяжести прямо пропорциональна массе тела. То есть, если вы возьмете тело, у которого масса в два раза больше, то и сила тяжести у такого тела будет тоже в два раза больше. Это называется прямая пропорциональность, но, опять же, это никакое не уравнение. Чтобы из пропорциональности получить уравнение, нам нужен коэффициент пропорциональности. Ну, мы помним, что в данном случае коэффициентом пропорциональности является ускорение свободного падения. Если вы массу домножите на коэффициент пропорциональности, то эти две физические величины сравняются. Причем они сравняются не только численно. Обратите внимание, сил-то она измерялась в ньютонах, масса в килограммах. А когда мы домножаем на ускорение свободного падения, то и даже по размерности эти величины будут совпадать. Вот именно это мы с вами сделаем, чтобы получить из пропорциональности кинетической энергии молекул и температуры готовое уравнение. То есть нам надо ввести какой-то такой коэффициент пропорциональности, который уравняет кинетическую энергию, измеренную в джоулях, и температуру, измеренную в кельвинах. Эта величина называется константа Больцмана. Саму константу Больцмана учить, конечно же, не надо. Это справочное дано, которое будет у вас в кимах. А вот формулу эту я очень рекомендую выучить наизусть. Она важна не только сама по себе, как определение температуры, но из нее вытекают многие фундаментальные формулы, которые пригодятся вам при решении конкретных задач ЕГЭ. Ну а как именно применять эти формулы и как с помощью них решать задачи, мы будем учиться на наших занятиях, на которые я рекомендую вам зарегистрироваться. Ссылка будет в описании. Кроме того, рекомендую подписаться на наши соцсети. Там регулярно выходит полезный материал по физике, который приблизит вас к заветной сотке. Итак, мы выяснили, что температура – это мера кинетической энергии молекул. Но в каких единицах она измеряется? Давайте обратим внимание, если эти две части уравнения равны, а кинетическая энергия может уменьшаться до нуля, то, соответственно, и температура тоже имеет начало отсчета ноль. В данном случае это ноль кельвинов. Термодинамическая температура, то бишь абсолютная температура, измеряется в кельвинах. Причем, чтобы было удобно переводить градусы Цельсия в кельвины, саму величину кельвин выбрали такую, что изменение температуры в градусах по Цельсию в точности равно изменению температуры в кельвинах. Таким образом, минимальная температура, то бишь как бы полная остановка всех молекул вещества – это ноль кельвинов, а дальше идет один кельвин, два кельвин и так далее до скольки? Ну, вообще до бесконечности, но при температуре 273 кельвина начинает плавиться вода. Таким образом, именно 273 кельвина по обычной физической шкале будут равны нулю градусов по шкале Цельсия. Ну, а, соответственно, температура кипения воды, если она на 100 градусов выше, то это получится 373 кельвина. Ну и так далее. Ну, а напоследок мне все-таки придется сказать несколько слов о границах применимости данного нами определения. Как я вам сказал, считать температуру мерой кинетической энергии молекул можно только с некоторыми оговорками. Во-первых, это работает только для газов. Причем не просто для газов. Обратите внимание, я несколько раз говорил идеальных газов. Напомню, это такая условная модель газа, в которой выполняются некоторые условия, сейчас не буду их перечислять, но на самом деле реальные газы, если они достаточно разреженные, вполне с большой точностью подчиняются этому закону. Кроме того, такая вот термодинамическая модель температуры, она хорошо согласуется с экспериментом в небольшом диапазоне температур. То есть, ну, при таких более-менее умеренных температурах, при очень-очень высоких температурах, эта штука тоже начинает нарушаться. Ну и самое главное, как я сказал, это работает только для газов. Термодинамическое определение температуры, вот такое, оно, это еще и так называют, идеально газовая температура, оно, к сожалению, не описывает реальное поведение частиц в жидкостях и в твердых телах. То есть, у них, конечно же, тоже есть температура, и эта температура тоже зависит от скорости молекул. Мы помним, что даже в твердых телах молекулы постоянно хаотически движутся, правда, их движение другое, они заключены в кристаллическую решетку, и они могут лишь колебаться внутри узлов кристаллической решетки. Но, так или иначе, температура у твердых тел и у жидкостей тоже есть. Эту температуру определяют косвенным образом, как раз-таки с помощью понятия равновесия. Что это значит? Представьте себе, что у вас какое-то твердое тело находится в термодинамическом равновесии с газом, но при этом температуру газа вы можете определить с помощью этой формулы, с помощью кинетической энергии молекул газа, а температуры твердого тела нет. Но, если они находятся в термодинамическом равновесии, значит, их температуры одинаковы. Вот так мы можем определять температуры реальных жидкостей и реальных твердых тел. На этом пока все, что я хотел рассказать вам о температуре. С вами был Виктор Абрамов, преподаватель профематики. До новых встреч на этом канале. Продолжение следует...